Здравствуйте, товарищи! У нас сегодня очень интересная тема и одновременно очень сложная тема, поскольку люди, которые начали изучать диалектику по науке и логике Гегеля, в основном находятся в книге учения о бытии. Само по себе это неплохо, потому что лиха беда – начало, и всякая дорога начинается с первого шага. Это очень хорошо, но надо сказать, что тот, кто пройдет эту первую книгу, а требования очень жесткие здесь, в Красном университете, в этом смысле. То есть, как вообще в любом учебном заведении, ну, казалось бы, надо сидеть бы над этим, а уже двигать туда дальше, 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 вперед, вперед, вперед. И это хорошо, потому что вы имеете возможность увидеть целое быстрее, а понимание целого, когда мы дойдем до результата, да, позволяет лучше понять всякие моменты на этом пути. Если человек остановился и будет вот здесь все это дело вот так прожевывать, и думать, что он сейчас все наконец поймет, то, в общем, это не совсем правильно. Надо двигаться дальше, оставив, как во всякой битве, знаете, когда оставляют некоторые города, там они вместе с гарнизонами, и уходят на 200 километров вперед, а там потом уже их добивают, и они быстро сдаются. Так и здесь, надо двигаться вперед. И вот, значит, в этом движении вперед, в учении о бытии, мы изучили с вами качество, потом количество, а потом единство качества и количество, меру. И когда мы дошли до меры, то получилось, что вот с изменением количества меняется качество, скачком. Хотя по смыслу количества – это вот такая определенность, которая безразлична к тому, к изменениям. Она вроде безразлична, безразлична, потом раз, и уже другое качество. И снова уже можно дальше увеличивать это качество. И тоже это безразлично к изменениям. Но вдруг с известного момента мы получаем снова качественные изменения и так далее. Ну, это самый простой пример – это состояние этих вещества, которое мы знаем, есть твёрдое состояние, есть жидкое состояние, за жидким состоянием идёт газообразное, а послегазообразное состояние – что? Плазма. Плазма, да. Когда уже не молекулы роятся, а атомы уже стали, молекулы. Делись на атомы. И не так много получается состояний этих. Ну, а что, Гегель спрашивает в конце этой первой книги, а что это такое через все эти узловые линии отношения и меры, что проходит? Что вот это постоянное сохраняющееся, неизменное есть вот в этих всех изменениях? Там же нет такого разрыва, что на кусочке, правда? Раз нет никакого разрыва на кусочки, и вообще наука логики представляет собой монолит в этом смысле. Монолит, потому что нет такого… Вот отпилили, а потом начнём с начала. Всякое начало – это продолжение того, чем завершили. Всякое новое. И единственное первое начало, которое есть чистое бытие, истинное начало. Ну, а движение идёт куда? К чему? К результату. А что такое результат? Развёртый начало. Что? В зависимости от условий. О-о-о-о, вам нужно в министерстве иностранных дел. Как раз. Вот спрашивать такие вопросы, как я задам, а вы скажете, ну, это в зависимости от условий, и всё. И вас похвалят. Значит, результат есть развернутое начало. Это очень легко понять. Ну, если что-то начинаете, вы что-то хотите получить? Развернутое начало. Ну, развернутое начало, да. А что такое начало? Это нерадвитый результат. Нельзя начинать без второго, без того, что вы хотите получить. Вы что сейчас начали? Вы начали обучение в Красном Университете. С целью его завершить, правильно? А если у вас такой цели нет, так это не начало, а просто вы сидите. Хорошая компания, сидишь, светло, тепло, поговорить. И бесплатно. В наше время красота. Вот. Так что начало с нерадвитый результат. И вот и тут, вот на этом переходе мы видим, что есть вот то единое, которое вот все эти определения убирается, убирается, отрицает, отрицается, отрицается. Отрицание всех определений бытия и вообще всего этого бытия, как называется? Ну, как это надо назвать? Ну, как бы вы назвали? Ну, вы же, наверное, понимаете, что у нас диалектическое отрицание. Отрицание, которое не уничтожают, не разбивают, а снимают. Что такое снятие? Снятие – это что? Отрицание содержания. Это, да, это такое отрицание, в котором удерживается содержание, безусловно. Не такое, не отталкивание, не отбрасывание, а это отрицание, в котором сохраняется. Ну, уже в другой форме, во внутренней такой форме. И вот, ну, например, вот вы слушаете лекцию, да, у вас в голове это, так сказать, это что, это уже не моя же лекция будет у вас в голове, вот, к вам же в мозг поступает. Или я там у вас буду, я там уже не буду, это ваше. То есть это мое отрицание, так можно сказать. Но какое? С удержанием того содержания, которое было в лекции. А лекции уже нет, лекция у вас, все, она в голове. У вас, а не у меня. Ну, вот там еще товарищи в другое место запишут. И другие люди посмотрят. Ну, вот такое отрицание с удержанием, а я, видимо, нечетко иногда говорил, или недостаточно четко, потому что смотрю, начали писать в ответах, отрицание содержания. Думаю, ого, ничего себе, отрицание содержания. Не содержание, а с удержанием, с удержанием того содержания, которое отрицается. То есть, если я вот оттолкнул Константина Константиновича, думаете, его не стало, что ли? Он оттолкнут. Но при этом он, так сказать, все то, что в нем было, все удерживается. Это у нас дружеский шарж. Не более того. А отрицание имело место. То есть отрицание с удержанием. Так вот, то, что такая категория, которая является отрицанием не для какого-то конкретного бытия. Вот мы там все время были. Начали с чего? Простое, чистое бытие, потом наличное бытие. Что за ним? Конечное. После конечное что? Бесконечное. А после бесконечного что? Для себя бытие. А дальше пошло уже количество и так далее. И вот все время идут отрицания. Но количество – это же не для себя бытие и так далее. Мера. Мера – это не количество. Она же после количества идет. Но это же не количество. Просто она включает в себя и качество, и количество. Идут, так сказать, все время отрицания. А тут отрицаются все категории бытия. Но это же не выбрасывается, а не форточку, не выкидывается из головы. Они, так сказать, берется теперь, вот, светосфера бытия отрицается вся. Мы уже смотрим не на то, что есть бытие, а на то его более глубоко смотрим. Через отрицание этой внешней поверхности. Если все бытие – это как бы рассмотрение того, что является как бы со сплошным, хотя отрицание есть, а тут, значит, вы не берете вообще эту поверхность, вы ее отрицаете. То есть меня не интересует, какая у вас прическа, в какую одежду одели, а что у вас там в голове? А оно не на лицо. Не на лицо никак не получишь. То есть вот выяснение того, а что по сущности, вот это и есть та категория, которую мы изучаем. Я хочу сразу привести пример, прежде чем говорить о таких категориях, которые здесь идут в этой книге, тем более, что они все в науке логики есть, вы их можете перелистать. А пример такой. Вот диктатура пролетариата. Некоторые товарищи, которые изучают диктатуру пролетариата, а все товарищи, которые здесь находятся, все изучают. Они знают, что такое определение, и вот этим определением пользуются, и все. А с этим определением не изучишь диктатуру пролетариата. Почему? Вот, скажем, что такое государство? Определение мы знаем? Государство. Нет, определение государства. Государство – это машина насилия одного класса, который осуществляет его интересы. А как бытие она как выступает? Как машину насилия или нет? Или она выступает красиво, как демократия, с конституцией, с голосованием, везде принцип подчинения меньшинства большинству. Но если рабовладельческая демократия, то меньшинство рабовладельцев, большинство рабовладельцев, а эти, которые работают, то есть говорящие орудия, они за людей-то не считаются, поэтому они в демократию никак не входят. Феодализм – самый честный строй, там вообще не играет ни в какую демократию. Вот вы если князь или барон, то вы дети вашей князя и барона и так далее. А если вы и я крестьяне, ну нам надо землю пахать и кормить князей и баронов. Правильно? Вот мы знаем. А за то, что он нам землю дал, чтобы мы на ней пахали и на него работали, мы ему бесконечно благодарны. Тут демократия нет. А какое государство феодальное? Там тоже насилие вроде так, но оно, ну как оно обставлено? Бытие какое? Царь-батюшка, обо всех думает, обо всех заботится, да? Он милостив. И долго люди, пока не сходили 9 января, и пока их не расстреляли, так все и думали. Но потом так начали думать по-другому после этого расстрела январского. Ну а уж буржуазная демократия, здесь вообще всем право голоса. Да говорите сколько хотите, все равно у нас и телевизор у нас, и газеты все у нас, и книги мы издаем. Так хотите, что хотите, говорите, в большинстве оголов какая будет идеология? Господствующего класса. А ну внешняя картина-то красивая такая, демократия. И вот, так сказать, сейчас все озабочены, как кого пересадить, как что переписать и так далее. И в этом государстве это же не просто непростая дубина, это организация насилия. Там должно быть право. Что такое право? Воля господствующего класса. О, видите, вон там найден. Закон, возведенный в закон воли господствующего класса. Поэтому, ну, там все, люди, специалисты, доктора юридических наук. Есть Конституционный суд, он смотрит, сверяет, смиряет, сверяет, сверяет, сверяет. А Конституцию-то никто не принимал. За нее не голосовали. Голосовали за то, что признаете ли вы Конституцию. Попробуйте, скажите, что вы не признаете Конституцию. Стреляли из танков по Верховному Совету, по высшему демократическому органу. И председатель Конституционного суда тогдашний, Зорькин, который сейчас председатель Конституционного суда, сказал, что это не Конституционные указы о разгоне. А вместо того, чтобы выгнать Ельцина, стрелять стали из танков по этому самому Верховному Органу, демократическому. Ну, не беда. Через некоторое время, значит, вот так же спросили, а вы признаете Конституцию? Если вы не признаете, так у нас танки еще есть, не только на Верховный Совет. Проголосовали. Это называется всенародное голосование. Проголосовали. А кто-нибудь голосовал за тот проект Конституции, который стал Конституцией? Никто не голосовал. Ни один человек. Он, конечно, не против. Не против. Так он и не против и других. Вот так получилось, что я от РКРП был тогда членом Конституционного совещания, и я весь этот цирк-концерт видел наяву. Пять проектов было. Ходил Жириновский со своим всем раздавал. Люди выбрали же лучше. Люди ничего не выбирали. Чтобы выбирать, надо было распечатать, потом обсуждать, потом голосовать. Причем по закону о принятии Конституции. Какой порядок принятия Конституции? Надо, чтобы проголосовало больше половины имеющих право голоса. Где? В России. Больше половины имеющих право голоса. А не просто большинство. Большинство это может быть 15%, а другие 12% или 36%. Это так нельзя. Поэтому и никто никакого референдума не делал. А просто всенародное голосование. За что? А за то, что вы признаете Конституцию. А кто против Конституции? Вы против Конституции? Есть кто-нибудь тут против Конституции? Не выпускайте никого, кто против Конституции. А я от Кран-Записса. Да. Но никто не признается. Значит, единогласно. Ну, это есть еще и такое правило. Поднимите обе руки, одно опустите. Принято единогласно. А воздержаться будет? Можно на кладбище. Там все воздержанцы находятся. Значит, это форума. А сущность государства в чем? Сущность государства. Кто скажет? Вот это по теме нашей лекции. Вот товарищ Мордовин хочет сказать. Классовая. Классовая. Сущность. Ну, это как-то не все вы сказали. Это как-то смягчили вообще. Классовая, это классовая. А в чем более конкретно сущность государства? Кто скажет? Сущность. Сущность государства. Святая бытия. Ну, это сущность вообще. Сущность государства, я спрашиваю. А вы нас тянете назад. Аппарат пригрузили. Да это аппарат снаружи он, аппарат. Подумаешь, сущность аппарат. Это самогонный аппарат, тот сущность. Диктатура класса. Как? Власть неограниченная законами. Вот это правильно. Ничем неограниченные? Неограниченные совсем ничем такого не бывает. Сидят и едят там. Ограниченные. Никакими законами. Совершенно правильно. Только ничем, а никакими законами. Власть неограниченная. А почему она не ограничена? Потому что она сама эти законы и устанавливает. То есть на самом деле любое государство, не по внешнему виду, по внешнему виду, но, может, советское. А сущность советского государства какая? Диктатура паралитариата, диктатура рабочего класса, сущность. А вид какой? А вид советуют, советы, выбирают, избирают. Но не все. Разве в этом сущность, в том, что избирают? А в том, что она не ограничена никакими законами и осуществляет интересы рабочего класса. А если она не осуществляет интересы рабочего класса, да хоть сто раз пишите на ней диктатуру паралитариата. Вот так у нас и получилось, писали, 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 а потом в 61-м году перестали писать, потому что она все равно не диктатура рабочего класса уже была. И все. И с этого момента, так сказать, тихо и незаметно прошла контрреволюция. А почему незаметно? Потому что у нас товарищи думали, что кто-то из представителей буржуазии напишет, что это диктатура буржуазии. Да дураков-то нет в политике. Ну кто будет писать здесь? Вы хоть одно государство знаете, хоть самое, что ни на есть, так сказать, диктаторское или, скажем, фашистское, которое пишет, что у нас диктатура буржуазии. Вот Битлер писал, говорил, что у него диктатура буржуазии. Джон Дурак, что ли, говорит диктатуру буржуазии. Он книгу написал Майнкам, он картину нарисовал. Он полководец такой неслабый, потому что с ним сколько лет сражались. И сколько людей полегло. Неужели он будет такую глупость, вот прямо так скажет. Ему это не надо. Там все демократические, народные. Там вообще какой? Там национал-социализм же. Так она и называлась национал-социалистическая рабочая партия Германии. Вот, красиво называлась. Национал-социалистическая. Национал-социалистическая и рабочая. Ну, все, что надо. Вообще. Вот. Но это бытие такое. А сущность? А сущность? У партии, партия буржуазная, фашистская. А государство фашистского сущность какая? Диктатура буржуазии. А демократического государства какая-то сущность? Тоже диктатура буржуазии. Поэтому это разное бытие, а сущность одинаковая. А формы разные. Эту сущность мы видим в разных проявлениях. Как выяснилось, буржуазия опытным путем. Для нее лучше держать демократию. Ну, в основном. Иногда применять фашизм там-там-там-там. А в основном держаться демократией, обманывать так народ легче. А не в особо опасных случаях угрозы и к нему господства применяют диктатура буржуазии? Конечно. Или наоборот, в опасных для других людей, как вот применяют в других странах фашизм во внешней политике. Но он во внешней политике, а вырабатывает его, если американское правительство его применяет, то оно где вырабатывает? Оно что, выезжает на остров какой-нибудь в океане или оно внутри страны? Оно вырабатывает, но оно говорит, для наших будет демократия, а для тех вот. Открытая террористическая диктатура. Ну, как мы ее назовем? Наведение порядка. Никто не будет говорить диктатуру. А сущность обычно или сама скрывается, или ее скрывает. Единственное, что вот если класс прогрессивный, да партия прогрессивная, да ее руководители прогрессивные, они тогда вскрывают всю классовую сущность. Нам вскрывать в этом смысле нечего. Ленин никогда не скрывал. Почему? Ну, потому что он руководитель какого класса? Прогрессивного, передового. Ну, если бы класс был реакционный, так то надо молчать на это тело. О какой диктатуре идет речь? Поэтому, если кто-то думает, что он знает определение государства, это все он уже знает. Нет, это далеко не все. Это только начало. А понятие государства развертывается потом, еще и после сущности. Вот когда вы снова от этой сущности перейдете к бытию, и будете это бытие видеть, а за ним видеть ту сущность, которая у него есть, вот тогда у вас будет понятие государства. Правильно? То есть сначала мы видим вот внешнюю картину. Потом мы углубляемся. Если углубились и больше оттуда и не выходим никогда, то мы без понятия. Я сейчас говорю о том, какое место занимает учение о сущности в науке логики. Оно занимает вот это серединное место. А дальше идет учение о понятии. А вот надо выйти на поверхность явлений и посмотреть, как эта сущность уже себя проявляет. Она проявляет и так, и так. Вот, скажем, учение о понятии, она проявляет себя уже в общественном сознании людей. Учение о понятии, это же учение о том, как те же самые категории объективной логики проявляет себя в голове субъекта. Поэтому некоторые говорят, как трудно этому, как трудно нам освоить диалектику Гегеля. Он в Гегеле же был идеалист. Он, конечно, был идеалист, но построен он сугубо материалистически. Сначала идет объективная логика, бытие. Первое же начало материализма – это что первичное, что вторичное? Бытие или сознание? Бытие или сознание? Потом идет углубление. Сущность чего? И этого же самого бытия. А потом речь идет о том, как это в сознании, в человеческом сознании проявляет. Ну, наверное, в человеческом сознании должно проявлять в соответствии с теми законами, которые есть вообще в бытии. Правильно? Поэтому не случайной категории учения о понятии. Не случайной. Но мы до этого учения о понятии не дошли. Это следующая лекция. А раз мы находимся, так сказать, посредине, вот это место я обрисовал, чтобы мы понимали, что мы изучаем. Ну и вот мы должны понимать, с чем связана эта сложность. То есть все здесь перевернуто. Нам это непривычно. Почему? Что изучать? Какой общий ответ на том, что собой представляют категории учения о сущности? Что они собой представляют? Одно слово. Кто скажет? Вот вы же хорошо сказали. А что такое снятие? Вы же сказали, что это такое? Ну это первое отрицание получается. Почему первое? Уже не первое. Но оно же посередине. Вы до середины еще не дошли. Это я к вам забегаю вперед. Это я до середины дошел, а вы нет. Какая середина? Вы сказали, что это отрицание бытия. Вот так и держитесь. Вот и держитесь, пока учение о сущности идет, отрицание бытия. То есть мы все должны брать, как отрицание бытия. А что значит все брать, как отрицание бытия? Если у вас какая-то категория появляется, похожая на бытия, брать все с отрицанием. Это тогда не сущность. То есть если мы радовались раньше, ох, бытие, ура, да здравствует. Учение о бытии. Если вы тут получили какое-то бытие, это не то. Для учения о сущности это не то. Надо взять его с отрицанием. Например. Например, сначала мы обрадовались, что было бытие, а стала сущность. Значит, уже пара. Есть сущность, а есть несущность, несущественная. И что получилось? Никакая не попали мы в сущность, а просто две, два бытия. Существенная и несущественная. Значит, это надо отрицать. Значит, так неправильно понимать, что вот есть бытие, а рядом есть сущность. Надо понимать, что сущность есть отрицание бытия, а они рядом положены. Поэтому это лишь видимость, а вовсе не второе бытие. Видимость. А значит, есть сущность, а есть видимость этой сущности. Видите, уже удвоение какое. Это удвоение будет всё время присутствовать. Потому что вы хотите всё-таки что-то взять, какое-то бытие получить, хотя бы, так сказать, для того, чтобы усвоить. Как можно усвоить отрицание? Тут куда-то проваливаешься, и всё. А тогда надо брать пару. А как может быть устроена эта пара в учении о сущности? В учении о сущности категории все носят характер бытия или характер отрицания. Ну, раз характер отрицания, значит, бытие здесь можно рассматривать только как равное самому себе отрицание. Вот если равное самому себе отрицание взять, так это же устойчивое, да? Равно самому себе отрицание. Отрицание-то равно самому себе? Ну вот это такое бытие, учение о сущности, такое. То есть оно отрицает, и вот раз оно отрицает, то оно равно самому себе. Вот так устроено. Если вдруг где-то вы в ходе рассуждения или рассмотрения поймали какое-то бытие, значит, это не то. Вы должны его отрицать, тогда его, вот это взятое как отрицание, оно и есть сущность. И тогда мы приходим к таким известным понятиям, как, например, тождество. Тождество – это бытие? Всё, вы кивайте, Борис Николаевич. Не надо кивать. Я же только предупредил, что здесь нет никакого бытия. Нет, уже сказал. Да дело не в том, что я сказал. У Гегеля сказано, я просто транслирую тут. И другие товарищи здесь уже это читали. Это не новость, которая кто-то сообщит. И сейчас моя задача не в том, чтобы сообщить такую новость. А в том, что если вы берёте тождество, это какая категория – отрицательная или положительная? Отвечаю в соответствии с тем, где мы находимся. И это положительное, как равное самому себе отрицание. Ну, равное самому себе отрицание положительное, правильно? То есть одно не есть другое. Какое другое? Какое другое? Никакого другого нету. Но между тем и тем и тем. Нет никаких тем и тем есть тождество. Тождество у нас одно. Тождество само по себе есть отрицательное. И это равное самому себе отрицание. А раз оно равное самому себе, то тождество, отсюда вывод, это всегда тождество различного. Тождество различного. Вас это удивляет? Это ему меньше это удивляет, чем первое, что я сказал. Что тождество, всегда тождество различное, кроме математики и формальной логики. Потому что в математике, люди берут определение в математике, так как взяли его, так и ходят. До самого конца, сколько бы там не было настроено теорем. А тут мы эти вот категории, бытия, взяли с отрицанием, и бытие может появиться только как равное самому себе отрицание. Твордество как твордество различного. Так, мы как люди тождественные? Так как мы тождественные? Как мордовины? Все такие же, как мордовины, точно. А где усы? Где у вас? У вас не такие усы. Борду сбрить. Так, тут сюда седину добавить. Ну если мы тождественные? Мы же тождественные. Это все мы, так сказать, тождественные как кто? Как слушатели и преподаватели Красного университета. Ну тождественные как слушатели и преподаватели. Мы же относимся к Красному университету. Все, как находящиеся в Красном университете, мы все тождественные? а если бы мы не брали но мы при этом уже понимаете что это то же то различного а если мы если бы мы не были различны это что вот берем вот вас и клонируем и сидят вот это можно так сделать вот такой фото монтаж таком разве знаете так вот такой это же стол и тут все таки это все вы видите вот это то ли что будет и вместо меня но раз уж тождественное так тождественное правильно то есть а что такое тождество тождественного это вообще чушь собачья давайте я буду давать тождества по поводу которых гегель тоже издевается значит запишите пожалуйста елка это елка бревно это бревно человек есть человек кошка это кошка эти все высказывания тождественные когда берут равное и говорят что оно равно самому себе это как называется тавтология тавтология то есть при зрительным таким словом тавтология если кто-то будет это высказывать то сказать эту тавтологическую речь долго никто слушать не будут и если у кого-то заготовлены помидоры то эти помидоры должны направиться по адресу того кто с такими речами выступает правильно поэтому если уж мы о чем-то говорим что мы равны вот мы равны как люди равны как люди человек случайно не это может бог по нам они равны но если мы считаем что бога нет то мы равны или есть тут лягушки какие кто или какие-то темноводные плавить они может и есть да вот надо поскрести то есть тождественные как люди они вообще тождественные во всех отношениях есть вот какие-то два человека есть которые тождественных во всех отношениях если у вас два человека тождественных во всех отношениях то это вы смотрите в зеркало но если даже вы смотрите в зеркало зеркало вот у меня значок слева да а в зеркале он у меня справа даже ты зеркало и обязательно вывернется и чтобы под подфартить этому науки логики гегеля все равно над дает то здесь то различного и одно дело вы другое дело ваше отражение вот вам не понравится что-нибудь из моего выступления вы можете в свой свой компьютер железкой бросить прямо в экран но это не повлияет на изображение на других экранах то есть тождественность и различие тут все будет но тождество надо запомнить тождество и только тождество различное вот расходится пара муж женой и говорят друг другу мы разные люди а чё когда они женились они были не разные что ли одинаковые но сейчас женятся одинаковые это новое слово так а различие различие если буду это различие это различие этого вам понравится если я буду говорить различие это различие раз сказал два сказал различие всегда различие тождественного пара опять различие тождественного мы различные люди с вами вот вы один вы 2 вы 3 вы 4 но при этом все и предполагается что вы люди а если нет этого тождество тогда вообще не понятно о чем речь наши когда это различным то различным должно быть какое-то тождество которое различать тождество это творчество различного различие это различие тождественного понятно что тут такого непонятного но это очень важная вещь и вот мы должны на всю жизнь запомнить и всем другим объяснять и мы с вами узкое меньшинство в этом большом мире потому что до этого мало кто дошел и наши тысячи которые у нас есть которые смотрят там вот идут на занятия и смотрят там кружок по науке и логике они составляют такой очень узкое меньшинство остальные пребывает в таком примерно состоянии что бревно есть бревно потому что тождество это вот то что вот тут у равно полностью никогда этого равенства не бывает особенно сейчас это хорошо видно вот если я пишу 5 равно 5 а там у нас со спутника сразу снимает это одна координата первой пятерки это вторая координата у равенства третий координат хотите значит на gps можете посмотреть хотите нашей системы воспользуйтесь невозможно найти никакого равенства которое не было бы равенством равного оно равенство всегда неравного и вот это нам зачем нужно этот этот разговор у нас же задача в красном университете какая бороться за полное равенство какое равенство понимается но люди которые поставили задачу полного равенства что хотят всех одинаково подстричь и одинаково одеть так почему пришли в разных одеждах а поэтому а в каком смысле разницу понимается вот у ленина у маркса вы только в одном смысле уничтожения классов а уничтожение тоже вообще отрицание не в положительном плане а в отрицательном чтобы классов не должно быть а все остальное разнообразие там самое богатейшее только нету неравенства связанного с положением производства и всего а все остальное неравенство остается и вроде такая простая вещь но если люди специально это не изучают не опираются на это то они ну лучшем случае запоминают ну запомнить это можно что разницу смысле есть но вот например трудно запоминать то что ничем не доказано и ничем не обусловлено просто у出去 и запомниも запомните что марксизм и равенство понимается смысле уничтожения вкладах если тость просит в ночью разводить то сказки равенство марксизм понимается смысле современная а какой этот такарте никак не докажу вам сказали ничего это то мало ли кто вам что сказал сейчас другой другое сказать 3 целец ez ского нас ходит людей проповедуют проповедников. А тут же выводится всё. Значит, равенство как в смысле уничтожения классов. То есть, что нам нужно? Что нужно было сделать при социализме? При социализме нужно было уничтожить различия между городом и деревней и людьми физического и умственного труда. Вот я хочу обратить внимание на это. Иногда говорят различия между физическим и умственным трудом вместо этого. Даже у Сталина в выступлениях на связи я смотрел такие утверждения. Но имеется в виду, видимо, различия между людьми, конечно, умственного и физического труда. Как можно преодолеть различия между умственным и физическим трудом? Физический труд преобразовывает материю, а умственный труд преобразовывает какие-то явления сферы общественного сознания. Правильно? Поэтому никак они, их противоположность умственного и физического труда преодолеть нельзя. А вот неравенство ликвидировать между людьми, физическим и людьми, умственным трудом очень просто. Для этого надо, чтобы рабочее время занимало меньше времени, чем свободное имело. Если рабочее время три часа, а свободное время шесть часов, то кто вы? Это определяется не вашим положением в производстве, а чем вы занимаетесь свободное время. Вот вы свободное время науко-логике изучаете, а так бы вот так вы вот на работу пришли с 7 до 9, а все остальное время изучаете науко-логике. Вы кто тогда? Представьте себе, это сейчас вы на работе как бы, а все остальное время занято другим. А сейчас у нас основная масса человечества занята добыванием материальных благ для тех, кто их эксплуатирует. И для тех, кто помогает им их эксплуатировать, и кто обеспечивает, и кого, так сказать, справящий класс подкармливает и так далее. И пока это большинство население человечество этим и занимается. Поэтому это очень трудная и тяжелая задача. Но если она такая трудная и тяжелая, ну сформулировать то можно ее, что равенство здесь не такое, как некоторые думают, равенство все будут ходить вот в синих блузах. Если у вас красный университет, что-то пришли в следующий раз все в красном. Да, а кто, значит, получает незачет, все в синий, сразу в синий, или в черный, траурный. Нет, траурный это мы для экзамена пригодовали. Сразу выдаем. Видите, тяжелый, что надо будет. Ну, видимо, да. Так что то, что мы изучаем, не какое отвлечение от наших проблем, а это углубление в наши проблемы, чтобы мы эти проблемы решали, а не из кондачка, и с пониманием того, как они ставятся и в чем состоят. Значит, ну вот понятно, на этом, как говорится, вопрос о том, что равенство понимается, тождество только как тождество различного, а различие только как различие тождественного, мы на этом заканчиваем. И после этого встает тогда вопрос, а раз они в единстве, различие и тождество, то, значит, это нету отдельно тождества, потому что тождество включает в себя различие, и нету такого различия, которое не включало в себя тождество. Значит, можно рассматривать одно, так сказать, противоположность. Одно такое отношение, здесь тождество, здесь различие. Это тождество и различие. Они противоположны из стороны одного и того же, одной и той же противоположности. Противоположность между тождеством и различием, она присутствует. Просто мы то за одну сторону хватались, за тождество, то за различие. А на самом деле никогда не бывает, чтобы было только одно тождество или было бы только различие. Вот если мы нас с вами возьмем, как соседи мы с вами сейчас, мы же соседи, вот он уже дальний сосед, мы с вами ближайшие соседи. У нас и торжество есть в различии. Но если у нас и торжество есть в различии, мы же в различии у нас, значит противоположность. Почему? А потому что есть еще и торжество. Раз торжество и различие, то у нас противоположность. Я одно, вы другое. Ну вы одно, я другое, это не важно. То есть одного без другого быть не может? Не может. Не может. Поэтому, хоть берете то, хоть берете различия, они переходят в противоположность. Противоположность, вот что надо понимать. Во всем есть противоположность. Берем противоположность, что мы дальше делаем? Начинаем рассматривать ее умственным взором. Так-то мы сколько не рассматриваем, толку не будет умственным взором. Противоположность. Значит, одна сторона в единстве с другой стороной. Правильно? А раз она в единстве с другой стороной, значит, если я эту сторону возьму, она и даже если только эту сторону взять, она в единстве с другой стороной. А если ту взять, так она в единстве с этой стороной. Тогда у нас, значит, каждая сторона – это тоже противоположность. Согласны? Логично? А если каждая сторона – это противоположность, и есть их единство, то у нас что? Я думал, все уже перескочили. Если есть единство двух противоположностей, это единство противоположностей. Слышали такое выражение? Сначала противоположность была одна. Мы от нее не уходили. Мы каждую сторону противоположности рассматривали и увидели, что она в единстве с другой стороной. Другую взяли и увидели, что она в единстве с этой. Поэтому никуда отсюда не ушли, не шагнули никуда в сторону, не начали обдумывать какие-то новые непонятные вещи. А просто мы констатировали, что если более глубоко рассмотреть противоположность, то выяснится, что эта противоположность есть единство противоположностей. А вы сразу раз в противоречии, и тогда она у вас просто так выскочила догматически. А тут она... А вот теперь я скажу, а вот как назвать единство противоположностей? Какие есть предложения у товарищей? Как назвать единство противоположностей? Ну, вы, наверное, понимаете, что противоположность в единстве может находиться только в порядке борьбы. Или есть какие-то сомнения на это счет? Если у нас с вами противоположность, или я тут буду сидеть, или вы тогда. Одно из двух. Согласны? Если у нас противоположность. Но если единство противоположностей, и вы сидите, я сижу, но мы тут так... Припираемся время от времени. Да, гармония. Или я, так сказать, вам надаю, или вы меня сломаете. Гармония, да. Единство противоположностей, это теперь гармония называется. Всегда, когда кого-то бьют, говорят, да еще, а что вы делаете? Да вот гармония тут обеспечивает. Вот государство как раз и гармонично все идет, и Конституция делается. И Конституция, это же главный закон. По закону бьют. Правильно? Кто отступает от закона? Это дубина же. Дубиной того бейся. Поэтому сейчас, говорит, поправки. К тому, что вот если у вас по правой щеке били, то вот теперь лучше, может быть, надо бить по левой щеке. Но обсуждается это что? Законы. А законы что такое? Если они, так сказать, силы государства не гарантированы, то нечего их и принимать такие. А если их принимать, так это для того, что кто отступает? Не туда пошел, получил. Не то взял, получил. Так? Ну а если государство? Надо укреплять же государство. Каждый класс укрепляет свое государство. Не будешь укреплять, у тебя отберут власть. То есть саму эту дубину. Найдутся другие с другой дубиной. Придут и отберут. Итак, мы дошли до единства противопротивоположностей. И теперь нам только остается поздравить себя, сказать, что единство противоположностей называется... Что? Как называется единство противоположностей? Мой вариант не прекратил. Вот если бы я пришел и сказал, запишите противоположностей, это единство противоположностей. Все бы с удовольствием записали и запомнили. Или забыли. Потому что оно не еще не выводится, а просто так вот бляк, лектор сказал. Так и цена этому тому, что лектор сказал, а придет другой лектор, скажет другой, третий лектор, третий, четвертый, четвертый. Книжки прочитали. Потом выступит кто-нибудь вроде Платошкина, еще что-то он наговорит. Он что-то обиделся, я тут разъяснял про Платошкина, теперь какой-то ролик появился Платошкина и Попов. Сначала меня дают, никакой не злобный ролик, сначала меня дают про Платошкина, и в этом же ролике Платошкина про меня. Это вот значит, мы уже с ним единство противоположностей, я с этим не спорю. Это разве плохо, что мы с Платошкиным единство противоположностей? Это же хорошо. Противоречие. Да, противоречие. А что у нас? У нас с них что-то тоже действует, что ли? Боже упаси. Так, и таким образом единство противоположностей. А мы изучаем там рефлексию, то есть отражение, потому что одна сторона отражается в другой, а другая в первую. Это одна рефлексия, противоречие – это одна рефлексия. Одна в другом отражается. Если вы слушаете, слушатель – я лектор. Если я лектор, то есть слушатель. Сейчас все слушатели выйдут, и выяснится, что без этих слушателей никакой я не лектор. А Диана сейчас выключит всю эту запись и скажет, хватит, поговорили, хватит и соображать из себя лектора, и всё на этом. И тогда сразу выяснится, что лектор, там ещё Степан Степанович принёс какую-то запись. Или это ещё выключить надо, и точно тогда уже не лектор. И наоборот. Я сейчас всё это вот сниму и уйду. Будет лекция? Не будет. То есть лекция. Без лектора нельзя, и без слушателей нельзя. Поэтому это единство противоположностей. А почему? А где борьба? А борьба будет ещё у нас на экзамене. Борьба, она, это как сущность, она же в глубине. Как бы это всё предполагается. Правда? Я ведь не обманываю товарищей, Валерий Александрович. То ещё будет ещё борьба. Но потом усвоение само по себе есть борьба уже, борьба с незнанием. Правильно? Вы же боретесь со своим незнанием. Или с сознанием вы боретесь. Вы как-то определитесь. С незнанием вы боретесь. Ну вот, видите, человек осознался, что он борется с незнанием. А некоторые... Никто, кстати, и не спорит с этим. Но неизвестно, что они по этому поводу думают. На всякие случаи помалкивают. Итак, вот эта рефлексия как называется? Никто из читавших науку логики не запомнил? Отражение. Это отражение называется вообще любая рефлексия. Это отражение. А вот как это? Рефлексия, которая борьба единственной противоположностью. Как называется? В противоречии. Противоречие-то какая рефлексия? Как она называется? Можно я скажу? Она называется исключающая рефлексия. Но если мы с вами представляем собой единственную противоположность, если я, то это значит не вы. Согласны? А если вы, это ничего плохого про вас не сказали, то значит не я. То есть одна сторона, другую исключают. Но раз она рефлексия, она не только исключает, она еще ее и предполагает. Если одно у нас противоречие, значит, только не тот, не только есть. Потому что не бывает исключения без единства. Вот если я хочу вас оттолкнуть, что я должен сделать? Если я вот начну к вам притрагиваться, только тогда я могу вас оттолкнуть. А если я не буду притрагиваться, ну невозможно вас оттолкнуть. Как бы я не смотрел таким каким-то пожирающим взглядом, невозможно ничего сделать. И вы как бы на меня не смотрели, чтобы я туда отлетел. Я так не отлечу, надо стукнуть меня. Но другого нет. Гегель, это конечно не там пишет. Еще раньше, что для того, чтобы нарушить или спокойствие выкинуть из храма, его приходится обнимать. И никакого другого способа нет. Или что делают борцы греко-римской борьбы? Первое, что делают эти борцы, они хотят победить в борьбе. Что они делают? Они сразу обнимаются, как им свистнут, они сразу в объятия бросаются. Ну так ведь? То есть это можно сказать, что люди, которые не изучают науку Луки, они вот этих моментов, вот их движения не видят. Просто не видят. У них грубые такие куски. То есть это правильное изучение. Логическое. Формальное логическое изучение правильное. То есть это правильно, противоположное тоже правильно. Все это правильно. А где борьба единства противоположностей вот этой живой жизни, конечно, отразить не может. В должном, в должной мере без диалектики формальной логики. Она предполагается формальной логикой. Все рассуждения тут все должны быть формально-логически правильными. Но каждый раз вы приходите к противоречиям не связанным с неправильностью логических рассуждений, а то вы идете с противоречивым и к противоречивым уже приходите. И вот раз это исключающая рефлексия, то она исключает и ту, и другую сторону, и исключает и противоречия. Логично? Ну, я вас исключаю, вы меня исключаете, но нету никого, ни вас, ни меня. Раз это одна сторона другую исключила, все, значит, противоречие себя исключило. Ну, как может противоречие себя исключить? Оно как-то углубляется еще, еще не видно его уже, как противоречие. И там по-немецки это звучит так, в соответствующем месте, когда вот исключающие рефлексии, противоречие идет ко дну. Что значит ко дну? Дно это для тех, кто думает, что тут конец науковой логике. А раз не конец, то есть чего потом дальнейшее движение, это начало вообще люди, когда поднимаются, они от чего поднимаются? Вот пролетариат со дна общества поднимается, да? Со дна он поднимается. Вот коммунисты обращаются к рабочему классу, который самый эксплуатируемый, самый порабощенный, самый угнетенный. И вот этот класс начинает подниматься и перевращивать все общество, правильно? Основание, он является основанием. Категория, вот это сначала берется как дно, а это есть основание. Не основа, а основание. Основание для чего? А для того, что возникнет на этом основании. Мы же имеем дело не с тождеством, если тождество, основание равно основанию. И все тогда. На этом заканчиваются лекции, все изучения и наукологии. А основание отличается, оно от себя отличается или нет? Вот вы от себя отличаетесь? Что, вообще не отличаетесь? Сам от себя? Сам от себя? Наверное, нет. Да вы сколько слов наговорили, уже до этого молчали. Вы что, посмотрите, сколько вы уже слов наговорили, это совсем другой человек. Как же вы не отличаетесь? Вот он и пока не отличается. И то он, видите, засмеялся, все, уже пропало дело, уже отличается. Ну как? Вы вдохнули, а до этого у вас был выдох. Вы не заметили? Да вы все время от себя отличаетесь, у вас кровь там есть. Не заметили, как циркулирует? Ну все время. А у вас что, не идет, так сказать, распад всяких элементов, которые потом вносятся из организма в конечном итоге? Идет? А когда вы думаете, у вас мысли разве в голове не ходят? Или она у вас такая вот, голова у вас не пустая, там все время бродят мысли, а разбордит, она все время сама от себя отличается. Каждый человек сам от себя отличается, или нет? Вы зачем сюда пришли, дорогие друзья, чтобы от себя отличиться и стать выпускниками Красного университета? Ну не то, что вы стали вообще не те люди, это те же самые люди, но получившие дополнительное образование, правильно? Отличниками. Да, с отличиями, от себя отличиться, отличником стать, от себя отличиться, от того, кто не знал, превратиться в того, кто знает. Это разве не отличие? Знаки отличия, какие у нас знаки, диплом? Вообще можно писать, я выпускник Красного университета, это знак отличия. Он кодируется у нас на медийном рынке, правильно? Люди пишут, например, заметки пишут, слушатель Красного университета, подписываем, с уважением к этому относятся. Вот у нас летом будет конференция Красного университета, вы все приглашаетесь выступить с докладами 22 августа на тему учения о диктатуре патриата, главное в ленинизме. Как 150-летию Ленина. Вот если напишите, а еще больше будете от себя отличаться нынешним, чем сейчас. Но любой человек в любое время, если он живой, живой человек все время изменяется, раз изменяется, значит от себя отличается, правильно? Но я про вас не буду говорить, я, например, старею каждую минуту, поэтому ценю минуту. А кто не ценит минуты, тот не замечает, как постареет. так. Вот товарищ тоже отличился от себя. Да. Ну вот, так сказать, мы с вами добрались до основания и должны основательно отдохнуть 10 минут. Да. Так книга или нет, вот так я бы сказал. М-м-м. Я приобрел, потом подумал, вдруг что-то не то приобрел. Ну, это перевод хороший, да. Ну, они стандартный перевод. Столкнеры переводил, да. Ну вот, давайте смотреть, как... А вот сегодняшняя тема здесь. Нет, надо не сегодняшнюю смотреть, а вот надо смотреть, что здесь называется что здесь значит, называется определением и какая пара для определения. Для определения должна быть характер. А вот в том, что сейчас издавали после 37-го года, было везде место характера свойства, множественное число, там множество не может быть. Не пассируем и сначала. Это тарана, снятие, снятие, вернствование. Так, это мы уже переехали, конечность, переехали. Определение свойства и границы. Свойства. Характер должно быть. А здесь свойства. То есть, вот этого не было, этой ошибки. То есть, можно вычислить карандашом, в принципе. И написать характер и граница. Вот это единственное такое, которое в этом есть. Потому что, если вы откроете второй том науки логики, там есть свойства. Отдельно. Вот там-то категория свойства есть. Выучение о сущности. Ну, что, два раза это, но и то же. Но эти люди не разобрались. А характер, значит, это определенность, которая есть, лишь бы седле иного. вот это. Позвольте. Да. Это не обидно будет никому? Никому. Это мы сделали сверку с полным собранием сочинений Гегеля 37-го, 39-го годов. Вот и все. Люди издавали не случайно, делали хорошо. Михаил Васильевич, это я, кажется, про Платошкина спрашивала. Это случается из-за меня теперь весь Ютуб в Платошкине, потому что весьник Бури про него видео выпустил. И вроде как у Боблина на канале говорили о Платошке. Ну, готовит его, видимо, кандидатом в президенты. Этот самый Грудинин не проходит. Надо сейчас кого-то раскручивать. В смысле, от КПРФ? Как бы от КПРФ. Да, потому что Грудинин тоже был как бы. И этот как бы, он в связи, но он и то говорит, и все говорит, поступает. То есть надо же, чтобы кандидат был в президенты, надо очень раскручивать хорошо. Вот. Ну, это люди деньги выделяют большие. Так просто уже не будут вот так вот записывать и раскручивать. Я хотела вас спросить, я прочитала вашу книжку «Экономическая политическая борьба», и там меня зацепило, вы сказали про заводствовку, допустим, заводские рабочие, они могут там не прийти или не выполнять работу, а, например, научно-профессорско-педагогический состав, они могут... Помогайте рабочему классу. Помогайте. Я помогаю рабочему классу. Я научный состав. От того, что мы не придем, никто ухом не поведет. Вот. Почему? А вот если придем, 30 тысяч как придет на работу, а так я сижу дома и жду, когда у меня будет лекция. Ну, я тоже так просто. А я представила, как если все мы придем. Вот все мы придем. Это грохот будет страшный, это акция будет. Всем в этом организации. Поэтому не только в этом выражается в заинтересованности рабочих, а и в том, что вот сам характер труда не организовывает умственных работников. А потом мы сейчас все содержимся на прибавочную стоимость с вами. И вы, и я. Правильно? Да. Ну, так вот как мы можем объединиться? Мы же с вами кушаем эту прибавочную стоимость, поэтому мы можем кому-то что-то помогать, содействовать и так далее. Ну, вот сейчас уберут и убирают просто прямо кусками. У нас в прошлом году отменили кафедры. То есть распределили? А у нас формально еще нет, а по существу да. Убрали тут лаборантов раз. А лаборант всегда связывался со студентами. Ну, приходит там студент, спрашивает преподаватель или преподаватель там нужно разыскать. Все. Значит, не утверждается тема ни кандидатских, ни докторских. Вообще ничего, кафедры ничего нет. Каждый раз нас соберут и расскажут, что плохого стало в УЗИ. Все аудитории закрыты на ключ, потому что у нас так много свободных аудиторий, в связи с тем, что сокращают все время студентов. Ну, соответственно, и преподаватели. там же считаются такое-то количество студентов, сколько-то преподавателей. Директор нам в дни философии в Петербурге сообщил, что у нас за год уволено 27 преподавателей. Их готовить надо 30 лет, а уволить можно за год. Красота! А коммунистическое, если власть рабочего класса, если социализм базис, базис бытия, это коммунистический базис, то, соответственно, коммунистическое деловик господствует и определяет. А такого правила, что бытие определяли, нету. Наоборот, человек есть продукт обстоятельств и воспитания. У Маркса написано в тезисах о Феррбахе. Человек отдельный. Вот вы есть продукт обстоятельств и воспитания. Кто у вас были родители, как вас воспитывали, кто на вас повлиял, с кем вы встретились, какие у вас были отношения и так далее, и книги, какие вы читали. Вот это все определяет обстоятельства и воспитания. Каждый человек, как субъект, уникален. И нельзя вот так сказать, если он рабочий, то у него обязательно пролетарская идея, да и ничего подобного. Или, если это интеллигент, то у него интеллигентская идеология. Во-первых, и нету интеллигентской идеологии или пролетарской, или буржуазной, или каша. Но, тем не менее, все одно и то же все время повторяют и повторяют, повторяют и повторяют. Нет такого тезисы. А что значит отрицать? Если вы скажете что-то более умное, это называется отрицание. Бывает в сторону прогресса, а бывает ну да. Если вы идете вперед, то вы отрицаете. Ну как перестроить? Вот перестроить был деревянный Кремль стал такой каменный. Это хорошая перестройка? Положительная? Ну. А если вы или вот у нас была конюшня на площади Маринской. Была? Лошади там стоят. Ее перестроили в какой? манер, В зал, в выставочный зал. А если выставочный зал перестроить в конюшню? Вот страну перестроили в конюшню. Это хорошо? То есть не всякое изменение есть прогресс. Поэтому у вас еще пока односложный был вопрос. То есть еще какое отрицание важно? Мы же вот смотрите все это все отрицание на пути движения вперед. Мы же не отрицали наличие противоположностей, а мы взяли уже единственную борьбу противоположностей. А единственную борьбу противоположностей есть противоречие. Переход от противоположностей простой к рассмотрению противоречия это же большой шаг вперед. Или что? И молиться на это противоречие? А противоречие раз оно противоречие так оно одно другое противоречит. Оно исключающая рефлексия. Оно себя исключает и во что-то превращается. Может быть новое. Думаете оно превращается не во что-то во что-то непротиворечивы нет просто более богатая категория которая включает вся эту противоречие и получается что сам реально почему только борьба нет весь все но и все в борьбе а вы взяли вы перевернули вытряслить самое содержание искали вот есть только борьба и вся та наша жизнь есть борьба а больше ничего в жизни нет приписали вы по сути нет по сути единство противоположности вот если противоположные исчезает и не это не правильно и правильно исчезает это противоположность появляется другая только она по-другому тер называется потому что на другом логическом этаже вот и все просто никуда это уже не исчезнет противоречие теперь уже вы жить должны с этим противоречием и борьбой противоположности Продолжаем, товарищи. Ну и тогда, вот если есть основание, то надо же взять это с основания, это с отрицанием. Основание отрицательная такая вещь, это было отрицание противоречия. Правильно? А теперь надо взять основание и что делать? Мы же в учении сущности, мы здесь не можем просто взять как бытие то, что нам дали, или то, что мы увидели. А что нужно взять и отрицать? Только такое логическое движение здесь. Отрицаем основание. А что является отрицанием основания? Кто ответит? Вот у нас есть представитель науки тут. Отрицанием основания что является? Мне иногда такое чувство, что какие-то неприличные вопросы задают. Так люди смотрят, говорят, что вы такие спрашиваете вещи? Как только я отвечу на этот вопрос, всем станет ясно, что это отрицаемое основание, дорогие товарищи, называется основанное. Является основанное. Ну что это основание? Если оно ничего на нем не основано, никакое оно не основание. Уже из самого слова можно даже понять. Вы видели основание чего-нибудь, на котором ничего не основано? Вы хоть кто-нибудь видел здесь основание, на котором ничего не основано? Если на нем ничего не основано, это разве основание? А мы же пришли к основанию. Ну если основание, значит... То есть можно додуматься? Ну трудно, я согласен. Но когда вот потом смотришь и думаешь, а что ж так вот я на этого не додумался? Потому что написано... Это кажется, что вот как заумно написано. Как заумно вам объясняют, что если это основание, то на нем что-то основано. Чего-то такого невозможного. Как до этого не дойти? Правильно? Вот пара. Вас пара удивляет? Здесь все время пара. Почему? Потому что здесь отрицание все время. Вы не можете взять. Здесь рефлексирование, отражение, как нам. Там Сатян Косатченович говорит. Если вы взяли одну категорию парную, отрицание ее берите. Правильно? Да. Вот. Основание основанное. Это очень же важно. Ну вот, скажем, применительно к обществу есть базис и надстройка. Базис – это основание общества, а надстройка – формация. А надстройка – это основанное. То есть, что такое? Что является, выступает в качестве основания, как учит уже исторический материализм? Производство, материальное производство, материальное производство, производство материальных благ. В основе человеческой жизни лежит производство и воспроизводство материальных благ, говорит Энгельс. В основе общество. Поэтому этому отвечает и категория общественно-экономической формации, производственное отношение, базис общества. Вместе с производительными силами – это базис общества, способ производства. И политическая, идеологическая, юридическая надстройка. Это основанное. Это ничего нового я вам не сказал. Это вы все как раз хорошо знаете. Но они у нас, вот эти знания, лежат отдельными кусками, а сведения между ними разорваны. Это недопустимо. Я не знаю, вот у кого такая память механическая, которая может так вся запомнить. У меня, например, такой нет. Я, например, с радостью цепляюсь за Энгель, так хоть запомнить можно эти знания. А как можно иначе запомнить? Ну, как-то взять это запомнить. И вот это, вот это отдельно, раздельно запомнить, это немыслимо. А так тянешь и тянешь, как веревочку, и оно так и вытекает. А раз на нем что-то основано, вот эта категория основания отрицательная, она ничего же, это основание. А вот уже то, что на ней основано, это категория положительная. Раз она отрицательная по происхождению, отрицание-отрицание, да? Отрицание от основания. Но она уже положительная. То есть она некое бытие. И вот впервые в учении о сущности, в которой рассматривается отрицание бытия, появилось бытие. После перерыва появилось бытие. После передохнули, потому что это нельзя восприять без перерыва. Появилось бытие. И у Гегеля, если вы там внимательно читаете, не пропускаете, там написано, это восстановлено через сущность бытие. Вот только что вы нам сказали, что это всё с бытием покончено. Всё, всё снято, да? Ну, снято-то, снято, но оно удержалось же. Вот сейчас и то, что оно удержалось, вот мы вот и видим. Восстановлено через сущность бытия. Какие есть бытия? Да-да-да, разбежались. У нас лекция по учению о сущностях. Никакого понятия не будет. Да понятия когда-нибудь. Даже можно додуматься, если лекция о сущности, тут понятия не будет. Значит, как назвать восстановлено через сущность бытия? Какие есть предложения, товарищи? Здесь вот сидят люди, прочитывают. Понятия не надо. Понятия дам до понятия когда-нибудь. Вот, товарищ Назаров. Ну, вы как продвинутый. Ну, вы слишком далеко продвинутый. Нет, ну, если вы хорошо прыгаете, но вот вам сказано, что там пять метров, пять метров до обрыва, а вы на шесть прыгнули, то ничего хорошего в этом нету. А вы взяли и на шесть прыгнули. Поэтому как? То есть, с одной стороны, вы в правильном направлении, да. Сущие бытие какого-то? Сущие бытие – это непосредственное. Сущие – это просто непосредственное. Вот вы – сущее бытие, а ваше сердце уже не сущее бытие, я его не вижу. Не вижу я вашего сердца. Наверное, вы бессердечный человек. А вот голова сущая у вас, и у меня сущие. Вы же видите, вот она тут присутствует. И вы скажете, так я и вашего сердца не вижу, вы тоже бессердечный. Надо сразу отвечать, сразу раз, и ответили. Отрицание. Так. Так называется эта вот категория, восстановленная через сущность бытия, существованием. Не слышали такого? Вы есть или еще и существуете? Мысли значит есть. А? Мысли значит есть. Нет, вы есть или еще и существуете? Какая категория-то простая, какая сложная? Есть – это какая категория? К чему, к какому он относится? Тому? Бытие. 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 А если вы существуете, значит, вы не просто сегодня есть, а завтра умрете, потому что вам нечего есть. А если вы существуете, значит, у вас есть средства для существования. Я додумался до этого. Существование – это очень богатая категория. Вот когда мы изучали первый том, все норовят говорить – существует, существует. Я все равно отмахиваю. Куда такую категорию сложную? Вы что, с ума сошли? Существование. Дайте нам бытие. Есть я – и хорошо. Есть. Вот вы есть, и я есть. Уже нам хорошо. Нет, им подать существует. Здесь, когда надо существование, я спрашиваю. Говорят, я есть. Еще бы не хватало, чтобы вас не было. Как вы вообще допустили, чтобы вас не было? Что вы хотите этим сказать, что, несмотря на эту вашу лекцию, я еще есть. Это и хит, но и у вас такая позиция? Позиция Бога. А? Позиция Бога. А у вас позиция Бога? Нет, но вот такая позиция есть. Ну, понятно, да. Так, а Бог и есть. Разве нет Бога? Бог есть в высказываниях, в наших выступлениях, в разговоре в нашем уже. Бог есть или нет? Есть? Ну, так и все. Что-то вас удивляет. Поговорить-то всегда можно. О Боге. Это же какая реальность? Это реальность в сфере общественного сознания. Так что, все это может быть. Итак, мы пришли к чему? К существованию, к восстановленному через сущность бытию. И тогда мы критическим взором начинаем сматывать это основание. Основание-то тоже, оно как-то не может быть, только в эту сторону, сюда вот, в сторону, наверх. Оно дает существование. А вообще отрицание этого самого основания, это что? Какое еще может быть отрицание? Вот товарищ Назаров. Условия. Учитесь. Условия. Есть условия у вас для вашей жизни, для вашего существования? Жилье есть? Так это условия же. Как вы без жилья-то будете бомжом? Без определенного места жительства. То есть вообще никакого места у вас нету. Это условия. Так условия очень важны. Значит, вот получается, есть основание, есть условия, есть существование. Слово существование – это более высокая, очень сложная категория – существование. Вы ведете борьбу за существование? А зачем вы ее ведете? Вы все равно же есть. Раз вы есть, так и не ведите. Так если я не буду вести, так меня и не будет. Так не будет не только существования, но и бытия не будет. Но что-то останется же. Какое-то бытие же останется. Но это же очень интересно, правильно? То есть вот, вот казалось бы, кто не знает таких двух слов? Есть или существует? Вот вы есть или существуете? Вы существуете. А вы? Вы есть или существуете, товарищ Шаблзмин? Есть и существуете. Вот он правильный ответ дал, а вы неправильный дали. Тогда как вы можете существовать, если у вас нет? Вы нас не обманывайте. Мы видим, что вы и есть, и существуете. Вот это правильный ответ. И есть, и существуете. То есть это разная глубина понимания. Есть это, если ей нужен просто сам факт. Или есть, или нет? Есть. А существуете? О, значит, если вы существуете, значит, у вас есть основания для вашего существования. Так. И еще есть условия вашего существования. Особенно нас интересуют условия. Особенно бизнесменов интересуют. Нельзя ли из вас как-то вот чего-то вытрясти? Может, вам карточку золотую дать? Вы возьмете кредит. Потом не сможете отдать. Тогда мы ваш дом продадим. Ваши условия, ваше существование. Еще у кого есть? Кто еще существует? И поехали, поехали. Так. Существование. Значит, есть существование, а есть основание. Основа, основание и основанное. А вот вместе это все называется основа. Основа даже вот когда ткань ткут на основе, да? Вот есть основа и то, и другое. Безразличная основа. А тут основание и основанное. Вот сколько категорий связанных с существованием. И вот за существованием, только за существованием идет та категория, которую вы поторопились назвать. Потому что там еще надо, еще один этап пройти. Какая категория идет за существованием? Тот, кто листал, не обязательно читал, листал на уроке, может сказать за существованием, какая идет категория. Так, то, что вы не читали. Значит, раз, не знаете, раз, не читали два, ну а то, что не листали, это страшное преступление. Ну, страшное. Потому что берешь соглавление и смотришь, что идет за существованием. Но если трудная эта книга, то почему не облегчить все задачи, хоть знать, где какие этажи, пятый, седьмой, третий этаж, где мы находимся. Какая категория идет за существованием? Вот нужен для этого лектор? Я считаю, абсолютно не нужен. До действительности, да? До действительности, да. Какая категория, наверное, в действительности существования. Вот товарищ Назаров такой рвок сделал вперед и сразу затормодил. Иногда у меня складывается впечатление, какой я умный. Хотя вот иногда у меня складывается другое впечатление, что что-то у нас непорядок. Потому что ничего тут такого умного. Я же это все просто вычитал. Для этого ничего не надо. Все написано. И если даже, если, скажем, не понял, то запомнить-то можно, за какой категорией какая. Для этого вообще не надо на уколове читать. Открывайте оглавление и запоминайте. Ну, на ночь учить. Механическую память тренировать. Сначала идет чистое бытие. И пошли. Цепочку. Ну, чтобы так вот. Вот сейчас товарищ Назаров, он сейчас впервые откроет, как бы, книгу. И впервые увидит в содержании, что между существованием и действительностью, которую он назвал, существует категория, которую он, так сказать, запыл упомянуть. Ну, как она называется? Ладно, я скажу тогда. Но это не я придумал, это Гейгель я взял. Значит, вот давайте посмотрим на это существование. Мы когда, как к нему пришли? Снизу или сверху? Мы снизу шли, от Ростова к сложному, правильно? Мы к нему пришли от чего? От основания. Пришли к существованию. Там такая есть фраза очень сильная в науке-логике. Когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, вот про них товарищ Назаров сказал, оно вступает, оно вступает в существование. Потрясающе. То есть вы это сделаете, это сделаете, и увидите, все у вас будет получаться. Надо просто все условия создать, и все будет хорошо. Вот пошите, пошите, но если семена не бросите, то не вырастет. Надо еще обязательно семена, еще полить надо, и тогда будет все хорошо. То есть все условия создайте, и все будет хорошо. Вы хотите социалистическую революцию, но вы видите, какой у нас уровень освоения пока еще? Недостаточно для социалистической революции. Поэтому, что мы будем на кого-то там нападать, вы не готовы там не боретесь понятно что не горите но мы-то должны свою задачу решить как люди умственного труда да так вот так вот теперь берем существование а теперь мы должны его снова отрицать вы же через отрицание тут идем в сфере сущности или через что путем отрицания мы шагаем отрицание сущности по дороге вперед сущность посмотрите со стороны сущности на основании так видно что это вот эта сущность и представляется как когда с верхнего этажа на нижний смотрите да это там вот это основание тогда представляется как вот то что лежит в основе да в глубине а это то что наверху а то что наверху как еще называть называется оно явление явление это вот на поверхности нашей жизни ничего только не бывает, да? Всякое. Противоречивое то, что противоположное основанию бывает, да запросто. Вот гольфстрим течет и течет в одну сторону, а на поверхности тут как угодно гуляет течение над гольфстримом. Поэтому, когда мы говорим о том, а теперь смотрим с отрицанием на это существование, то уже для нас оно не существование, а что? Явление. Это же явление. Явление того основания, согласны? Но раз это явление того основания, а это уже явление, тогда уже тоже получает другое название. Вы только что ко мне подходили и говорили, вот у вас магистерская диссертация, а до этого был диплом выпускника. Видите, они уж по-новому называются, и все тогда новое. И тут тоже новое. Раз у нас это явление, а то, что... Но явление, оно же основывается... Вот на чем основывается явление? Как бы вы ответили на этот вопрос, не читая науку логики? Сказать? Вы бы ответили. Вы бы ответили, что явление основано на законе. Почему? А потому что закон – это спокойное явление. Хорошее название. Только не на том законе, который придумывают думцы. Закон, имеется в виду не юридический, а закон объективной жизни. Это что такое? Это спокойное уявление. У вас что спокойное? Не отвечать на вопрос или отвечать правильно на вопрос? Вот. Совершенно правильно человек. Хоть сто раз вы неправильно ответили, а закон у вас? А закон у меня отвечать правильно. И буду я на этом стоять. Нормально будет? Да и вы тогда выглядите очень прочно. Правильно? А если вы скажете, что, а у меня закон не отвечать? Ну... Вот, то есть, а законы явления противоречат друг другу? Ну, здрасте. Все через отрицание убрали их, а вы опять качаете головой. Это все сущие, сверхсущие. Здесь все через отрицание. Все. Вот все, что я говорил, неверно. В каком смысле неверно? В том смысле, что это не все, что есть более высокое. А более высокое учение понятия, это другая лекция. Я ее не читаю сейчас. Но с точки зрения этого, того, что там было, это же не все то, что я говорю. Это что, конец, что ли? Нет. Оценивается всегда более низкое, с позиции более высоких. Правильно? Ну, это правильно то, что я говорю. Но надо тоже все... Мы все берем с отрицанием. И вот получается явление. А теперь со стороны явления надо его отрицать. Смотрим вниз. Откуда оно взялось? Его отрицание. Что является отрицанием явления? Закон. Закон. Вот пара получилась. Закон и явление. Очень простое определение закона. Спокойное в явлении. Вот я могу 15 глупостей сказать. А спокойно у меня... А на самом деле у меня вот верное понимание в целом. Ну, что закономерно для человека? Вот. То, что он неправильно говорит, или что, что он правильно говорит? Ну, разные люди. Если какой-нибудь балбес, то, конечно, для него закономерно говорить одни глупости. А если вы возьмете человека толкового, умного, то что, вы найдете хоть одного, который никогда не ошибался? Не найдете. Но не ошибки же составляют закономерное. Правильно? Вот у вас, вот ваши... Вы сразу сказали, что у меня в основе все правильно, все в глубине, все хорошо. А это на поверхности, это так. Просто я сегодня в плохом настроении, и все. То есть закон и явление. Дальше пошли. А что, они не связаны, эти вот между собой закона и явления? Связанных. Чем? Чем связаны? Веревкой? Единственной противоположности. Вот, единственной противоположности. Вот, вот это ответ глубокий. То есть отрицанием связано, единственной противоположности. Раз они связаны, то что нет в явлении того, что закономерно? Нету? Ничего нет в явлении того, что закономерно? Все есть. Все есть. Значит, вот то в явлении, что закономерно, как называется? Вот товарищ Назаров тут выступает весь в белом и говорит, выходит и говорит, действительность, действительность, это действительность, действительность то, вот у нас людей очень много, есть убийцы и всякого рода кровопийцы, вы их за действительных людей считаете или просто за людей? Вы убийц считаете за людей? Вы считаете, а я считаю, надо их приговорить к смертной казни и расстрелять, потому что они не действительные люди, а люди пусть живут, люди пусть все живут, а убийцы, которые тем более детей убивают, их надо приговорить к смертной казни, у нас она не отменена, кстати, а только у нас есть мораторий. Вот вы сейчас выйдете? Ладно, про вас не буду, я сейчас выйду. Подойдет убийца, меня убьет. Он твердо знает, что его за это не расстреляют. А я твердо знаю, что любой убийца меня спокойно может убить, его не убьют. Государство. Хороший раз государство, доброе к кому? К убийцам. К убийцам. Говорит, это гуманизм. Говорит, он все равно уже умер. Раз меня уже убили, зачем тогда? А тот еще живой. Того надо лелеять. Убьют детей, родителей. И родители потом 30 лет должны содержать в хороших условиях этих самых убийц. Они на хороших островах живут с хорошими условиями, с интернетом. И 30 тысяч долларов стоит их содержание в месяц. Кто это будет оплачивать? А вот родители, пусть тех детей, которых убил этот убийца, пусть они и оплачивают. То есть вот эта тема насчет действительного. Действительные люди и недействительные люди. И вообще, действительного, не все, что есть, то существует, а не все, что существует, действительно. Правда? Так получается? У Гегеля есть такое высказывание. Все то, что разумно, то действительно. А то, что действительно, то разумно. Очень такое интересное высказывание, глубокое. Что если оно разумно, то оно осуществится. Разумно и действительно. Вот если, скажем, учение Маркса всесильно, потому что оно верно. А то, что оно разумно, то оно будет осуществиться. А то, что действительно, то действительно разумно. Конечно, оно разумно. И надо постигнуть это. Смотрите, мы до чего добрались. Так вот, я вам хочу сказать, что этой категории, до этой категории не долетают наши диалектические птицы. Так мало какая птица долетает до середины диалектического Днепра. Вот товарищ Назаров, вот он долетел, он мимо пролетел там как-то, он мимо других категорий. Это не очень тоже здорово. То есть надо не просто пролететь, а то он как-то, какой-то разрыв был. Вот безразрывно, наверное, пролететь. Ну а дальше надо снова отрицать это дело. Если отрицать действительное, то есть же какая-то основа у действительного-то. Но она уже роль основы выполняет. Но отрицание этого действительного – это субстанция. Суб – это подстанция, это субстанция, то, что в основе. И вот эта субстанция, только когда вы находитесь основу действительного, это уже отрицание действительности. А тогда это уже переход к понятию. Отрицание действительности. И учение о сущности полностью завершено. Нам первого часа не хватило, а вот с заполнением и хорошо. Ну понятно, у меня какая задача, как у лектора. Постараться это и вложить. Понятно. А какая задача у слушателей – понять, что это можно понять. Но для этого надо потрудиться. И причем обратите внимание, что, конечно, главное, что здесь нужно – это связь всех категорий. Если эту связь потерять, просто их брать по отдельности. То есть взятое все по отдельности, категория уже другая. Ну что значит? Единственная противоположность одна. Это противоречие? Нет. Единственная противоположность одна и противоположность другая. Единственная противоположность сей. Вот это мы назвали противоречием. А потом, когда оно разрешилось, там, взаимоисключающей рефлексии, то мы получили основание. А потом такая категория должна вас восхитить, как восстановленная через сущность бытия. Тут же нет, все бытия-то не было. Все только отрицание, отрицание. Особенно непонятная рефлексия. Будете читать про рефлексию, не забывайте, как это тяжело. Я думаю, вы не забудете, когда будете читать тут все это рефлексию, в начале второго тома. Но надо все равно сидеть и читать, и читать. Понимать не обязательно, читать обязательно. Прочитать, через это добраться. А потом раз, и вот вам восстановленная через сущность бытия, вы уже на коне. Да бытие-то для нас легко тогда, раз оно есть, можно это рассматривать. А как рассматривать того, чего нет? То есть то, что берется с отрицанием. Как я могу говорить о тех людях, которых вы не любите, если я могу о них говорить? Для этого я, если о вас глубоко изучу, то я могу сказать, каких людей вы не любите. Правильно? Но конкретно их назвать я не могу, конкретно, перечислить прямо. Но Чубайса вы точно не любите. Я посмотрел, но я думаю, Чубайс, любите вы Чубайса. Потому что таких людей, которые бы любили бы Чубайса и пришли в Красный университет, не бывает. В природе. Кроме лазутчиков каких-нибудь. А он действительно человек получается? А? В таком случае он действительно человек получается? Нет, кто? Чубайс. Чубайс? Он вообще не человек. Я Квачков сказал, я его спрашиваю, как же вы могли, говорит, он спрашивает, вы его, вы хотели бы убить? Нет, говорит, не хотел. Ну, а вообще вы понимаете, что убить человека нехорошо? Он говорит, так Чубайс же не человек. Он же символ вообще, так сказать, всего самого плохого, что есть вообще на Земле. Для людей, для народа. Поэтому это никакое. Он символ зла. Человек. А вот у нас был на кафедре заслуженный деятель науки, который объяснял необходимость смертной казни. Говорил, что во всем животном мире, просто так вот, только бешеные какие-то животные могут напасть и просто так загрызть. А так они только из-за еды. Волк просто не кушают морковку и щеклу, поэтому он кушает зайца или еще кого. А просто так вот, если он сытый. Если вот, например, нужно работать с дикими зверьми, то, во-первых, надо их кормить хорошо, потому что иначе они могут видеть в вас пищу. А когда они вот так вот накормлены, и вы еще пришли. И не хочется вас и есть. А в любом случае тот, кто убивает Чубайса или, например, убийцу? Сам становится убийцей, когда он тоже получается ненесите ничего. Вот, а человек, если человек убивает, то убийца, а если Чубайса, то не убийца. Потому что Чубайс не человек, он не соответствует понятию человека. Но до понятия вы еще не дошли, поэтому и тут мы... Понятие у человека соответствует Чубайс? Ну, он-то считает, что да. Да? А сущность человека? Хорошо, у вас по теме вопрос. Сущность человека в чем? Человек с большой буквы имеется. Не надо... Буквы это за написание. Сущность? Существование. Существование. Ваша сущность существования. Я так и понял. Как живешь? Существую. В чем сущность человека, товарищи? В чем? Общественное. Да, в общественных отношениях сущность человека. А не уничтожение общественных отношений. Чубайс не человек. У нас сущность античеловеческая. То есть он изначально цель себе поставил не быть человеком, да? А? Он изначально цель себе поставил не быть человеком, а быть античеловеческим. Да, он поставил себя вне общества. Он может Чубайс? Конечно. Но его бы при социализме обязательно расстреливали, это точно. А если вы таких, как Чубайс, не расстреливали при социализме, никогда бы не было социализма. Потому что Чубайс показал, как можно разрушить общество хорошее. А вы его жалеете. А общество вы не жалеете. А у нас миллионы людей не рождены из-за того, что мы попали вот в такой ситуации. Миллионы. И смертность у нас строго с 90-х годов наверх идет, а рождаемость вниз. И ничего с этим сделать. Никакие тут всякие придумки ничего не могут сделать, потому что жизнь все хуже и хуже. Потому что Чубайс, в данном случае мы говорим о Чубайсе, как о воплощении тех людей, которые виновны в уничтожении социализма. А люди, которые не изучали марксизм, они тоже виновны косвенно. Потому что они никак не могли различить, кто Чубайс, кто не Чубайс. Разрушителей и созидателей. Это надо же отличать, что есть бытие, что есть отрицание. Что действительное, что не действительное. Действительное и недействительное в жизни надо научиться различать. Действительное и недействительное. Оно есть, оно существует, оно недействительное. Общества, веды, не обладевшие наукой, логикой, диалектикой, они есть, они существуют, но они недействительные. я никого тут лично не называю но просто это там сам факт жизни все на этой ноте разрешите нам занятие сегодня завершить спасибо спасибо а